здравствуйте с вами Алла Дворецкова вы смотрите передача о мелочах из жизни сегодня у нас очень актуальная тема социальной сети добро или зло и в этом нам помогут Светлана Артамонова психолог и гипнолог и Николай Желяков который 10 лет работает с социальными сетями Светлана первый вопрос у меня будет к вам вот скажите социальная сеть это уход от реальности с одной стороны да я вот такой пример приведу наверное каждый замечал что когда он в интернет попадает или в социальную сеть и он думает сейчас я зайду на одну минуточку посмотрю на минуты две-три и вдруг потом поднимает глаза и смотрит что ух ты уже 20 минут пролетело или 30 а у кого-то час я замечаю и где где давно он был вот все это время вот он как раз находился в неком измененном состоянии сознания можно это назвать легким трансом как раз когда он отсутствовал в реальности в которой он живет и пребывал мыслями там поэтому с одной стороны да можно сказать что это уход в некую другую реальность вопрос мотивации почему мы туда уходим если это связано с нашей работой то это норма если это связано просто с тем что мы там что-то ищем чтобы заполнить внутреннюю пустоту которая внутри существует это уже другой вопрос если с этим мы еще разберемся да николай а вот подскажите понятное дело вы работаете с социальными сетями а как потребитель вы проводите там время или у вас уже может быть тошнит уже от этих сетей ты знаешь меня социальные сети очень радует первый момент классно это я получил такой широчайший круг общения могу найти тех друзей с которым почему-то и когда-то у меня связи прервались моих старых школьных одноклассников вузовских друзей люди которые уехали там на другой край света я могу с ними общаться бесплатно вспомните там 20 лет назад пообщаться с другом там или с братом который живет сша это сумасшедшие деньги но в итоге вы не встречаетесь в реальной жизни до в основном это вот заканчивается этим виртуальным общением правильно заканчивается как знаете как говорят что не нужно зацикливаться именно только на общение в сетях нужно переносить периодически эти встречи в реале или это касается только тех людей с которым нереально встретиться да ну то есть сами сети расширили мой круг общения если раньше там мы круг общения там 10-15 друзей ну максимум там реально в реальности 23 друга сейчас там количество друзей и людей с которыми общались спокойно это сто двести человек то есть а может быть даже и 300 хочу ли я с ними со всеми встретиться да никакой жизни не хватит и с большинством из них общение достаточно конкретная по каким-то вопросам какие-то потребностям даже просто излить души короткая ежеминутная потребность и встречаться с одними со всеми наверное нет не стоит это все делать их слишком много и это моя вся жизнь идет на эти встречи ну и плюс здесь такой есть такой синдром встречи с одноклассниками когда-то встречаешься с одноклассниками это реально же катастрофа то есть кто-то стал грузчиком кто-то водителем и предлагает тебя по сочи возить блин в социальных сетях с ними можно попереписываться стоит ли с ними встречаться в реальной жизни надо еще лучше нет лучше лучше мы так и останемся виртуальными сколько времени вы проводите именно как потребитель в сетях может быть там 46 часов в сутки 46 часов в сутки это же наверное много как потребитель потребитель много а что вы там делаете николай паблики всевозможные сети они дают гораздо больше больше возможности чем только чем чем просто чем просто общение социальные сети это возможность поиска нахождения любой информации социальные сети это очень кайфовые возможности в сфере сфере там поиска общения это этот это целый мир зачем от него отказываться это все что попытаться сравнить себя например годом так с 1880 каким-то и там же развлечения были специфические ну пусть пойти посмотреть там на чем на четвертование там как фальшивомонечку в роли в рот металл заберет заливает это что же было когда-то забавно и там толпы людей детей приводили чтобы поиграться в это современный мир он гораздо интереснее и порой достаточно в виртуальной части сейчас для того чтобы например хорошо играться в компьютерные игры вот я в детстве мечтал что стану чемпионом по компьютерным играм но не сложилось не судьба но я могу смотреть как играют чемпионы dota 2 account strike то что мне нравится и также сопереживать это вот то есть для вас как потребитель это общение поиск новой информации и игры звуку х и работа до сильно развлекуха и работа конечно весело вот давайте сейчас как раз поговорим про интернет зависимость вы знаете светлана я как-то вычитал о том что если человек свободный может провести целую неделю без социальных сетей тогда с ним все в порядке а вот если уже начинается какая-то ломка если человек каждый день заходит социальные сети то тут уже что-то не так признаюсь я каждый день захожу в сети и из всех я могу выделить например instagram практически никогда не бывает такого момента чтобы я перед сном не зашла в instagram это наверное как некий ритуал последний вкладка которую я могу закрыть в телефоне это будет инстаграм перед сном но смотрите я думаю надо все-таки иметь какую-то золотую середину потому что понятно что есть определенные условные нормы которые говорят что надо не больше 30 минут в день пребывать в социальных сетях если больше это для взрослых это и для взрослых и для детей вот но надо учитывать объективные факторы то есть мне наверное проще сказать так что может насторожить если человек много пребывает в соцсетях и это показатель что для него это пагубно как он себя начинает вести изолируется ли он при этом от общества может быть он вообще аутизируется но ни с кем не общается некоторые забывают даже покушать там как-то какие-то содержание себя в каком-то определенном форме да когда мы обычные там гигиенические процедуры соблюдаем и так далее вот когда у него полностью вся повседневная жизнь отходит на второй план и он начинает в этих сетях это как да даже вот геймеры да которые постоянно живут этой игрой же вообще они желают так смотрят для них скорее всего игра это больше уже становится реальная жизнь чем вот тот быт который существует но это давайте еще показывать геймеров нет ни в коем случае мы же сейчас говорим о патологии если так можно выразиться да любое любое потребление или использование чего-то оно хорошо когда она имеет свои границы и когда она не вредит личности светлана вот смотрите вот среди геймеров какое количество проведенное в этой игре уже считается ну точно не нормой все-таки у них наверное большее пребывание им отписано геймером или как не могут же они 30 минут нужно понять конечно не могут да и нам опять нужно разделить а что такое геймер может это его работа машин там деньги зарабатывать нет если не работа если вот у него и денег то нет вот у него есть если он больше 6 часов проводит в игре при этом абсолютно не участвует никак в повседневной жизни своей собственной даже то это уже задуматься что что-то происходит не так нет если николаю например его увлечение приносит радость если при этом не страдает его семья там он становится более активно и в реальной жизни более веселый мотивирует вдохновляет так и это же вообще здорово замечательно конечно это вот главное чтобы баланс был пример здорового потребительского использования социальных сетей подскажите а вот сейчас все мечтают стать блогерами все хотят вести красиво свои странички в instagram просто как потребителя не продавая товар сколько в этом сколько скажем так детям можно проводить время над работать скажем так на своими страничками и с какого возраста вот вообще можно детям уже разрешать самостоятельно вести свои социальные сети но у нас сейчас дети продвинутые они созревают гораздо раньше вот в плане технологических процессов поэтому где-то с 10 с 11 лет и кто-то уже пробует и начинает себя значит старше развивается но какие 10 11 лет вы посмотрите вот обычная история приходит в детский садик и там все уже там начинают в детском садике сидят с телефонами с полом не калай мне кажется вот это вот это такой классический миф между психологом который говорит наши дети игры в телефон в первый раз руки руки берут в 10 11 лет до этого они в игры не играются сейчас ребенку два-три года ему в руки там он чтобы чтобы не кричал ему дают тому это все ошибки я я тоже стараюсь дозировать согласно что сейчас с года если должны с пяти месяцев уже они сядут с телефонами это немножко другой момент для них это как способ ну а там интересные картинки это ярко я начинаю подражать взрослому я делаю как взрослый 7 лет у нас формируется свое я когда я начинаю противопоставлять себя как бы взрослым что я тоже личность до семи лет этого еще нету и поэтому как раз таки вот в возрасте ближе от 7 до 10 лет они уже начинают осознанно осознанно к этому подходить и они пытаются что-то делать но уже не с позиции что я просто играюсь а что я вот пробую себя в разных светлана через несколько месяцев моему старшему будет 10 лет но я ни разу пока от него не слышал и чем очень рада чтобы он меня попросил зарегистрировать в какой-то социальной сети и чтобы он мог выкладывать туда фотографии хотя они привыкли к тому что мама блогер мама постоянно с камерой мама постоянно снимает что-то на телефон выкладывают это в инстаграм они знают про это все но тем не менее вот даже многие знакомые наши соседи мальчики они девочки они спрашивают меня и хотят стать блогерами а вот мои дети они как бы варятся это все в этом скажем так котле изнутри но да у меня старший сын хочет разобраться как это все монтировать но чтобы самому вести вот эти все сети у него такого желания нет чему я вот если честно пока рада вы знаете на самом деле здесь еще большой плюс вам как маме потому что если вот маленький ребенок которому 10 не регистрируется нет у него такого позыва значит ему достаточно живого общения и от вас и в той среде где он пребывает потому что часто очень дети они не только из-за того что но это интересно да но многие находят там понимание находят друзей им трудно в жизни подойти и проявить инициативу а там под ником чужим или там даже если под своим именем но нету вот этого контакта когда вот глаза в глаза друг другу смотрим да но это сделать проще но получается на так социальных сетях пожалуйста включайте прямой эфир и и вот пожалуйста когда прямого эфира нужно дозреть это кстати очень большой комплекс до прямого до прямого эфира нужно всего лишь один свайп вправо вот и вся история это это все гораздо проще мне кажется мне кажется мы сейчас слышим из разряда такая теоретические выдержки давайте как правильно воспитывать ребенка в шестнадцатом веке да то есть давайте на теорию у меня на практике с детьми у меня никто не сидит постоянно в телефоне и не хочет выйти вот в этот виртуальный мир сдайте им телефоны пускай познают это все это не знают на есть даже в современном мире есть даже такая история это создает целые проблемы обучения то что современные дети знают больше чем или чем чем преподаватель преподаватель у него сложная теоретическая подготовка а ребенка он раз там и за секунду набрал причины гибели татаро-монгольского игот преподаватель этому шесть лет учился и познал это все написав три рефераты и прочитав шесть книг а ребенок открыл вики и узнал это через одну минуту мир становится быстрее и если вы решили решили вашего ребенка адаптации к этому миру если ваш ребенок не умеет пользоваться социальными сетями и фильтровать информацию не не знает что такое вики не умеет фильтровать информацию ю тубе не знает что можно поиграть он может когда есть задание он садится за ноутбук либо в телефон и в поисковике вводит то что ему нужно например прочитать что-то по дополнительному чтению он вводит автора вводит название читает там благополучно делать домашние задания он может пользоваться этим всем но они можно дело в том что уже тут не говорим о том что надо все закрыть все детям запретить это естественно что они должны успевать за современным миром здесь вопрос в том чтобы а как сделать так чтобы вот этот современный мир и этот доступ не сделал из вашего ребенка потом того же интернет зависимого или больного человека или деформировал его как личность вот ведь в чем а будущее будущем люди какие будут они будут эти они будут интернет деформированными если вы посмотрите на себя сейчас то есть на ваши новые привычки которые выработали социальные сети которые выработал интернет и посмотрите на себя 25 лет назад вы поймете господи они настолько интернет телефоны телевизора экрана черное зеркало зависимые господи как это существует и ваши дети должны грамотно развиваться в этой среде и ограничивать к социальным сетям сетям абсолютно положительно относитесь с точки зрения работы но потребителей вы знаете вот есть такое помните вот всегда вот в классе с вами были такие дети такие вот я не знаю как их назвать такие вот заумные которые не познали в школе первую драку они же всю жизнь свою стали такие нерешительные они всю жизнь были такие нерешительные потому что лишь потому что в школе не дрались. В школе драться это нормально, это отставить интересы, драться за девчонок. И когда ребенок входит в социальные сети, понимает, что там есть агрессия, что там есть злоба, что есть кнопка заблокировать, удалить навсегда человека, что там есть кнопка пожаловаться, когда он грамотно взаимодействует с этим механизмом. И чем раньше он, тем грамотнее он взаимодействует, тем лучше. У меня тоже дочка 12 лет подходит. Пап, меня достает вот этот вот мальчик Семен. Я говорю, девочка, доченька, пожалуйста, сейчас я тебе покажу, как это делается. Раз заблокировать, раз заблокировать, телефон заблокировать, это заблокировать. Николай перенес. До свидания. Я согласна. И это хорошо, что вы грамотный, и как родитель, и грамотный в соцсетях вы можете этому ребенку объяснить. А есть родители, которые в этом не понимают ничего, которые сами вступают в полемику там с теми, кто их достает, которые там проводят... Не вступайте в полемику. Три точки в верхнем углу заблокируется. Никакой полемики. Забудьте о полемике. Не нравится человек. Зачем? Что вы ему доказываете? Вы будете доказывать, что его жизнь может изменить. Берете и блочите. Все, все просто. Социальные сети породили эти правила блокировки. И блокируйте. Не забудьте еще и телефончик его тоже заблокировать, черный списочек занести. Скажите, Светлана, а если ребенок, ему, допустим, 12-13 лет и больше, и как тогда контролировать, вообще возможно ли контролировать ребенку в социальных сетях? Возможно. Нужно быть ребенку другом, прежде всего. Чтобы он с тобой делился, чтобы он рассказывал, как вот к Николаю подошла дочка и говорит, пап, меня там кто-то достает. А сколько вот времени? Как объяснить? Сопродителю нужно час хотя бы два в социальных сетях провести, а не полдня. Как это объяснить и контролировать детям? Разговорами? Нужно посмотреть, а что он там делает. Понимаете? Если, может, он там полезным трудом занят, может, он читает какие-то интересные статьи, может быть, он там общается, и это общение ему не вредит, то тогда это, конечно, зачем это ограничивать или как-то на это влиять. Я поэтому говорю, что нужен объективный взгляд, золотая середина. Давайте у нас сейчас как раз вытекает вопрос об опасности в социальных сетях, и давайте как раз затронем его, раз пока у нас момент с детьми. Вот все-таки сколько у нас сомнительных групп, сколько всего очень такого плохого происходило в сетях? Вот как тогда это все? Без контроля тогда как? Как уберещат все это? Смотрите, во-первых, я еще раз повторюсь, что надо быть, прежде всего, другом своему ребенку, чтобы он мог в любой момент сказать, дойти, поделиться, что что-то происходит не так в всех же соцсетях и вообще в его жизни. Второй момент, есть программы родительского контроля, которые позволяют посмотреть, какие там сайты, например, посещают дети. А если ребенок уже более взрослый, Николай, он же может их отключить, все эти программы? Правильно? Он уже больше знает, чем родители, наверное, про все эти контроли. Здесь такая вырисовывается, такая очень странная модель поведения, дайте ребенку телефон в 12 лет, да, дайте в 12 лет, начинайте подсматривать, куда он хочет. Мне нравится история... Вы не подсматриваете? Мне нравится история доверия. Да? Если бы ваша дочка вам не доверяла, Николай, она бы к вам не подошла и не сказала, пап, не обратилась бы к вам за помощью. Николай, вы контролируете своей дочке, что она смотрит? Нет, он может быть не контролирует, но потому что дочка доверяет, она открыта перед ним, я предполагаю. Да, поэтому я буду... История про... Вот социальные сети, это не история про контроль, это история про обучение, это история про то, что человек должен с самого начала, с самого детства научиться фильтровать, научиться фильтровать информацию. А кто фильтр его должен поставить? И говорить там, что только в интернет ему ради... И только в социальные сети, и только даст. Ну, вы знаете, сейчас современная трагедия, я считаю, не только в интернете. Вообще мир стал очень доступен. Раньше все, что мы получали, требовалось, в общем, приложить много усилий. Там, ну, помните вот наши годы детские? Найти фотографию голой женщины, господи, в 90-е, в 80-е годы, это ж где ты ее достанешь, да невозможно. Сейчас это дело трех секунд, двух секунд, одной секунд. Сейчас мир в два раза быстрее. И у ребенка должно быть вот это в конкуренции, в общении, сами-сами являются интересы. И вы должны, как родитель, вести его к каким-то интересам. Интернет полон крутых обучающих курсов. Моя дочка на 14 февраля купила за 100 рублей там какой-то обучающий курс, с карточки списала там, училась делать имбирные пряники. Вы заинтересовываетесь, вы коммуницируетесь с ребенком. Зло ли социальные сети? Ну, я вот всегда люблю вот этот пример. Когда мир-то с каждым годом становится добрее, количество убийств, грабежей сокращается. И я считаю, что важный показатель здесь социальной сети, именно они делают вот эти случаи отвратительные, противные. Они делают их публичными, они придают их огласки. Когда человек смотрит, что рядом с ним в городе существуют такие подлецы, что вообще вот этот плохой поступок выглядит так-то, что реакция общества на него быстрая, она такая. Это гораздо больше, да, гораздо больше урок для ребенка, чем слова родителя. К словам родителя, разве ребенок не будет относиться субъективно? Да слова родителя, ну как мы относились? Мама сказала это, наверное, то же самое, что и не говорила. Ведь слово друга, который нашел что-то там на боли, в 100 раз интереснее, в 100 раз авторитетнее, чем слова мама. Светлана, получается, приходим к тому, что нужно просто максимально любить своего ребенка, доверять ему, и вот в этом реальном мире... Чтобы он вам доверял, чтобы у ребенка еще вам доверял, чтобы вы своим примером могли ему, ну, чтобы вы были для него авторитетом. Я, кстати, не соглашусь здесь с Николаем в том плане, что все, что говорит родитель, оно как бы куда-то там улетучивается, а вот то, что друзья, вот это важно. На самом деле, если мы коснемся вопроса, например, о подсознании человека, то родитель, это безусловный авторитет для ребенка на уровне подсознания. И все, что говорит родитель о ребенке, как он себя ведет, это все закладывается, конечно, оседает как песочек, и воспринимается ребенком как норма, как будто так должно быть. Поэтому, например, то, что так себя ведет дочка, допустим, ваша, это вам в плюс как к родителям, что вы в нее закладываете даже своим же поведением, отношением, как вы говорите об этом, как вы это все преподносите в положительном смысле. Но это один, скажем так, пример. А поскольку я как практический специалист, я веду консультации, я сталкиваюсь с другой стороной, поэтому я всеми руками за, скажем так, и интернет, и соцсети, это, безусловно, огромные возможности. Но в то же время я вижу, что есть семьи, которые страдают от этого, которые, где дети уносят из дома разные приборы, деньги к роду, впадают в эти игры. Это огромное несчастье, на самом деле, для людей. Главное не упустить этот момент. Когда приходят, конечно, когда приходят девушки молодые, которые смотрят на социальные сети, они видят красивые картинки, как у кого, как жизнь складывается. Им хочется так же, а у них нет возможности. Я вот здесь вот прям сильно не соглашусь. Вот почему я не соглашусь? Благодаря Инстаграму наши девчонки стали красивее. Ну, вот смотрите, 10 лет назад были нормы там красивые ногти, красивые брови, красивые нарощенные ресницы. Это было не нормы. Сейчас Инстаграм подарил новый виток. Новый виток. А что, Николай, за этими идеалами-то в итоге? Я все-таки больше со Светланой. Сейчас и человек, когда он в этом находится. Вот в чем вопрос. Это просто со стороны мужчин очень интересно, наверное, смотреть на эти идеальные тела в Инстаграм. А что скрывается внутри, в душе за этими идеальными телами? На эти лица без прыщиков. Очень странно судить о человеке, о том, что находится внутри человека, по его фоточкам. Фотка человека – это вообще его внешнее отражение. Если бы, то есть вы как ожидаете, что у человека вот половина лица изображена, как у Джокера, такой улыбающийся, а справа, как у Двуликова из комикса, а справа там вот вся херня, которую он по жизни делает. Я сегодня на работу опоздал, собаку. В общем, Николай, мы за золотую середину, чтобы за красивыми фотографиями была еще и красивая душа. Это как это будет видно? Да как это будет видно? У нас мало времени. Я сейчас хочу задать вопрос именно вам, Николай. Как вы бережете наших зрителей от финансовых потерь в социальных сетях? Потому что очень много продающих групп, аккаунтов. И, допустим, люди, которые собираются что-то где-то покупать. Может быть, есть какой-то сайт или программа, где можно проверять все эти группы на их надежность? Здесь дело не в сайтах, а в программах. То есть, если вы собираетесь делать покупки, есть правила крупного поставщика. Чем крупнее поставщик, тем гораздо больше вероятность, что вы получите все точно вовремя. А как проверять странички в Инстаграм, которые растут, как грибы продающие? Продающие странички. Да никак вы не проверите. Что такое создать страничку в Инстаграм? Приходишь в офис сотового оператора, получаешь 10 симок, с которых что-нибудь требуется. Создаешь там Оль, Валь, Наташ, Коль. То есть, вы все-таки за проверенные группы и не за однодневки? Я здесь, здесь история такая, чем крупнее, тем правдивее, чем больше история длительная развивается. Следите не за разовым, чтобы к вам пришел какой-то крупный друг. Посмотрите историю, как долго он существует. Большинство мошенников это разовое, краткосрочное действие. А есть какой-то сайт, где можно отследить вот эти мошенники, если ты вдруг вбиваешь уже первую? Мошенники тоже умные, они у себя поисключали из всех этих сайтов, они тоже время зря не теряют. Мошенники пишут о себе отзывы на отзывиках, они тоже очень быстро умнеют, и это целая индустрия это породила. Поэтому рассматривайте не разовую покупку, рассматривайте историю, как существовала эта компания, как существовала эта страница, историю, если вы хотите учиться, историю, как существовали эти курсы, год, два, пять лет, что за человек их ведет, ни в коем случае. А разовое решение, когда вам говорят, что через пять секунд будут деньги, через пять секунд, смиритесь. Быстрые деньги никогда не бывают, история не та. Современное поколение, предыдущие поколения, уверено, что там раз, и ты сразу карьеру сделал, раз, и сразу много денег бывает. В общем, я не сталкиваться с такими историями. Будьте внимательны и бдительны. Светлана, у меня очень такой интересный вопрос про хейтинг и буллинг в сетях. А вот что за этим стоит? Нормальны ли эти люди? За этим в основном стоят личности, которые, конечно, имеют психологические расстройства. Психи стали доступны. Которые, точнее, им пространство стало доступным для самовыражения. И когда человек глубоко не уверен в себе, когда он копит в себе огромное количество злости, раздражения и агрессии, то он это выплескивает благодаря просторам интернета, потому что это можно скрыться за другим именем, то есть ты не будешь за это никак наказан, но ты свою порцию негатива вылил. Но это как-то лечится? Вообще, эти люди от этого как-то страдают? Или они только получают от этого выкают? Что то, что он делает и как он живет, это как-то неправильно, надо с этим что-то делать. Начнет менять свое сознание. Вот тогда этому возможно помочь. А так, в общем-то, для них это становится таким образом жизни, где они получают такую некую разрядку. Вот знаете, Николай что-то хотел сказать? Схема не поменялась, она жива уже пару тысяч лет. Да, просто раньше были жалобы там куда-нибудь во всей инстанции, там анонимки, а сейчас оно вот... Да, и сейчас история, если это касается, не забывайте, что помимо того, какой вы есть, посещение тренажерки или ношение травматического пистолета в кармане, одно из двух способов это замечательно работает, да? Работа с хейтерами. Главное правило общения с такими товарищами, никогда с ним не общаетесь. Если человек вам начинает какую-то мысль свою задвигать, нести какую-то вот какую-то странную историю... Тем более, когда уже оскорбление... Как-то вы откликнулись, все, вы дали ему толчок. Кнопку заблокировать. Вы можете... Чем прекрасно сами сидите? Возможность прервать общение с человеком в любую секунду и навсегда. Оборвать. Блокируйте, рвите это общение. Вам оно не нужно. Человек вырвется, выговорится, а вы что, вот как будто вам ведро с какашками вылили. Зачем оно вам нужно? Раз, 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 и все. И детей этому научите. Да. Это самый простой способ. Не общаться. Нечего общаться с идиотами. Я хочу такой затронуться, очень положительный момент. И чтобы на этой ноте мы подошли к концу нашей передачи. Это момент самовыражения в социальных сетях. По-моему, это просто замечательно. Что порой за 5 минут человек может прославиться, и его жизнь может коренным образом измениться. Вы согласны со мной, что это здорово? Ну, с одной стороны, здорово, да. Что можно так быстро получить какую-то определенную долю славы. Другой вопрос, готов ли человек к этой славе. Светлана всегда найдет некие подводные камни. Ну, мне приходится работать с подводными камнями. Поэтому я про это и говорю. Ну, здесь я скажу, что лучше минута славы, чем вся жизнь унылой какашкой. Самая минута славы, это прекрасно. Стремитесь к ней, достигайте ее, чем всю жизнь переживать, что в какой-то момент. Вот помните вот этой школьной мысли? Была прикольная девочка, но я так и не постеснялся с ней заговорить. Потом всю жизнь живешь с этим и ходишь к психологам. И чтобы они тебя разбирают, что тогда надо было, тебе надо эту историю просять и отпустить. Да, Господи, действуйте здесь сейчас. Ваша жизнь одна, она проходит. Да, Господи, попробуйте, возьмите. Самое главное, не забывайте, что существует уголовный административный кодекс. И его тоже лучше чтить, иначе будут очень грустные последствия. Да, обязательно пробуйте, обязательно рискуйте. Мир сейчас крайне многообразный, разнообразный, очень доступный. Сейчас пробуйте, да. Николай как раз уже подошел к нашей подводке и высказал свое пожелание зрителям. Светлана, теперь, что бы вы пожелали нашим зрителям? Я бы пожелала, чтобы каждый человек, прежде всего, был внутри, понимал, кто он есть. Какое его предназначение. Чтобы он понимал, какой он есть на самом деле. Не скрывался за какими-то масками. И я соглашусь с Николаем, чтобы он всегда стремился к чему-то лучшему. Лучшему. И не боялся действовать. Быть, а не казаться. Да. Будьте сами собой. И пусть ваши социальные сети будут вашим отражением. А не тем, что вы себе там представляете или хотите. И любите себя, любите своих окружающих. И обязательно будьте уважительны в интернет-просторах так же, как и в обычной реальной жизни. Это правило действует везде, по-моему. А наша передача закончилась. Я надеюсь, что вам было интересно. С нами была Светлана. С нами был Николай и Алла. Увидимся с вами в следующем эфире. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»